Парк Патриот В день рождения не он принимает подарки, а делает их для своих гостей. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтобы не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Эти кадры облетели все выпуски новостей. Экипаж танка с позывным Алеша в одиночку установил механизированную роту ВСУ. Два танка и шесть БМП. Это произошло в июне. Уже после боевую машину решили передать в Кубинку, чтобы на дне рождения парка реконструировать бой с участием не только легендарного Т-80БВ, но и американского бронеавтомобиля Макс Про Интернешнл. Сначала нам передают разведка данные координаты, где они нашли цель. После этого, как они убедились точно, что по этим координатам находится цель, нам передают координаты, мы выезжаем. Не только посмотреть, но и попробовать себя в роли танкиста. Задача вполне реальная. Тренажер танка Т-80 идентичен реальной боевой машине. Своё обучение механики-водители проходят именно на нём. Перед тем, как сесть танкисту в настоящую машину, он садится сначала сюда. Проходит все пять либо шесть трасс, на которых ему надо показать себя максимально хорошо. Чтобы обойти все залы парка «Патриот», одного дня явно недостаточно. На его территории 23 экспозиционных и досуговых объекта. И это число будет только расти. Мы делаем всё для того, чтобы парк «Патриот» был всё-таки той территорией, территорией для патриотов и для наших будущих патриотов. Уникальные экспонаты, разнообразная программа от спортивных соревнований до военно-тактических игр, выставка трофейной техники из зоны СВО. Девять лет – это только начало. Впереди всё самое интересное. Карина Геряшева, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова».